доброе утро девочки мои сегодня у нас облачно вот такое вот небо ну прохладненько обещают что будет прохладненько небольшой ветерочек есть и это хорошо отдохнем от жары птички поют время пол седьмого уже утра пошла пить кофе мы с настюлей настюля кстати я уж не говорила что-то я утром сняла окошко и все еще зарядочку потом сделала настюлю мне привели сейчас мы с ней идем наконечную прогуляемся там по делам идем взяла девочки уже солнышко учет хотя на самом деле камера работает работает на самом деле вот не жарко градусов 25 это разгавкались собачки тут всегда все как всегда ветерочек с утра был прохладненько свеженький так хорошо сейчас ветра почти нет практически или мы идем по такому месту где ветра нету то на чем я становилась зарядочку сегодня сделала с утра вот ну в общем продолжаю свое интервальное голодание также два раза в день ем ну пока что еще держусь не знаю свесилась сегодня а кстати говоря да девочки практически уже послезавтра будет месяц как я начала интервальное голодание что вам хочу сказать ну первые две недели хорошо прям без уходил прямо так хорошо последние две недели практически топчется на месте ну там чуть-чуть вот но по сути сбросила я 4 килограмма но вот хочу сказать что в основном основной вес у меня ушел первые две недели а сейчас не знаю все то же самое продолжают ничего как-то не изменила но такое бывает особенно у людей возрасте я уже смотрела ролики читала что на самом деле бывает что человек и очень мало калорий есть мало как птичка и упражнения интенсивные делает и бывает что топчется на месте вес но с этим ничего не поделаешь в общем пока что я усилия свои не прекращаю но мне пока еще не в напряг но я думаю что иногда можно себе позволить чего-нибудь там вот месяц прошел может быть даже съесть мороженка какой-нибудь может даже пироженка хотя пирожина пожарим совсем не хочется вот ну я также вот отказываю себе в общем-то в мучном сладком ничего сладкого не ем рафинированно не ем хлеба ну два силы три кусочка в день и все в общем не знаю то я ела мороженое пирожное каждый день и в общем-то особо сильно не поправлялась но не худела конечно же сейчас во всем себе отказала и практически не худею вот скажите мне вот поэтому именно из-за таких вот моментов я бывает и срываюсь потому что мучаешься мучаешься видишь когда результата никакого нету потом плюну на все пойду куплю мороженое или пирожное чего не люди и съем и думаю что я себя мучаю если толку нету вот из-за этого бывает не бросают худеть подошли мы к старт-дому тенечек как хорошо вот хорошо что здесь тенечек ну я смотрю ветерочек есть деревья шеволих отца о подуло сейчас хорошо это мы видимо шли снасти по такому месту где ветерочек не дует так облачка развеялись дождик вроде какой-то должен был быть но передумал как всегда у нас у нас на районе вообще до нас дождь не доходит в других районах сын говорит дождик шел где-то даже лил пока он ехал на машине потом раз полоса и сухо вот минут у нас как раз вот эта полоса где все время сухо где-то кого-то заливает у нас ну все равно хотя бы жара еще такая терпимая скажем вас по наш стардом птички там поют так ну все мы терепим потихонечку на конечную магазин цветов еще хочу зайти мы с насти решили зайти вот в этот цветочный магазин где тут цветочки разные продают здрасте кое-что хочу спросить за одно нас или посмотрит пока что тут красота такая вот так идем дальше зашла я девочки спросила там за гортензию просто у меня там листики заворачиваются а в интернете информация какая-то странная либо вы много поливаете либо мало так много или мало вот не хотелось узнать в общем но она мне сказала что если листики чернеют значит много если желтеют значит мало в общем проконсультировалась будем пробовать наверно много поливает на обратном пути надо будет нам с настей тут зайти рук ты овощи у меня соседка все время сюда заходите и нравится какие какой-то ларёк она говорила купить там то ли всякие орешки там и чё такое сколько крупных так славицы нам не надо ну все идем дальше доброе утро девочки мои смотрите какое небо вроде как бы и солнышко светит и в то же время смотрю дождик пошел и просто сейчас взглянула на стекло смотрю стекло в капельках думаю по я не заметила но я вижу там какие-то облачка вроде темное небо ну сегодня возможен дождик до 25 градусов сегодня тепла сейчас 20 свежо прохладненько так хорошо так хорошо посмотрим какой дождик будет будет он вообще или он пройдет мимо как всегда я вчера забыла вам показать мы же с настюшкой сняли вот это донышко вот она это донышко видите она здесь без отверстий когда его покупала еще спросила за это как будет земля дышать внизу ну как бы должно быть немножко там дырочки ну мне сказали тогда нормально все будет ничего там не надо и вот у меня после этого как бы стало растение мое немножечко плохо себя чувствовать я смотрю что от некоторые листочки видите начали чернеть во первых листики стали вот так вот заворачиваться в трубочку видите они как то они вот так вот прям горизонтально стояли вот прям вообще вот заворачиваются ну и вот я вчера зашла как раз проконсультироваться по этому поводу ну во первых недостаток света короче говоря решила на подоконнике теперь хранить это этот цветок ну просто когда солнце сюда поворачивается здесь прям солнце у меня аж сюда светит я буду просто опускать вот это жалюзи в общем короче говоря насчет света мало света было и вот то что вот здесь вот я посмотрела как у них там ну вот она мне подсказала вот эти вот камешки которые у меня тут есть положила и туда водичку просто подливать не поливать но она сказала это скорее всего перелив просто говорит много воды вот и листики чернеет когда много воды а если мало воды тогда желтеют в общем так ну посмотрим как будет себя чувствовать растение короче говоря я надеюсь его все таки еще привести в чувство надежда умирает последний как говорится вот решили пока не поливать она говорит просто каждый день можно брызгать на листики и подливать воду вот сюда в этот в дренажик и все ну а сегодня в общем то у нас такой прохладненько и видите дождики на стекле дождик на стекле девочки нашла еще один фильм интересный называется он братья детективы вот с первую по шестую серию вот на четыре с половиной часа в общем первую серию уже посмотрела очень меня заинтриговал такой детективчик легкий и увлекательный в общем буду смотреть дальше вышли мы с Настюхой да я уже девочки через день перескочила что-то вчера ничего не делала ну решила продолжить вчера утром сняла решила продолжить сегодня суббота кстати сегодня свежо так прохладненько хорошо я посмотрела на прогноз обещают сегодня дождь вот и даже может быть сильный но я уже особо сильно не верю мы с соседкой вчера я говорю что-то она говорит вот дожди у нас да прям все время обещают и ливень и грозы и все такое я говорю ну да с мая месяца до сих пор все обещают обещают вся трава уже тут пожухла уже даже вон я смотрю с деревьев опадают листья не желтые а зеленые сухие листья прямо опадают уже куча лежит вот конечно земля уже посохла трава пожухла вообще где-то заливает где-то погода ой-ой-ой какая а у нас ну хотя бы то что не жарко не пекло это хорошо вот вот сегодня у нас до двадцати двадцать четырех что ли ну не жарко свежо так хорошо хотелось бы конечно чтобы дождик прямо прошел хороший такой чтобы прям дождем все смыло чтобы земля хорошо пропиталась вот мы с Настюшей идем на тренировку все как всегда все как всегда после тренировки заскочу в магазин там по мелочи куплю хлебушек надо хлеб я ем не каждый день но закончился вот в общем то и все мы посмотрим ладно что будет дальше все магдаруги подошли пока пока все сели поехали смотрите какие облака правда красивые облака да подсвечивает так солнышко все девочки я домой пришла зашла в кущевский больше не заходила в другие магазины в общем диета диета и побаловать себя чем-то хочется это я взяла скумбрию запеченную с овощами там внутри вот захотелось что-то рыбного поесть сколько она мне получилось в общем одна рыбешка на 240 рублей вытянула 469 килограмм ладно взяла взяла замороженные блинчики с мясом и блинчики с вишней с мясом по 299 и с вишней по 299 в общем то они у меня одинаково почти вытянули в морозилку закину пускай будут так взяла сыр какой-то попробовать ну что-то он мне понравился с виду такой симпатичный вот 679 рублей килограмм ну это вроде нормальная цена там было дороже еще так еще с полуфабрикатов взяла вот это вот тушеные овощи как это называется это называется сотей из овощей сотей из овощей вот на 68 рублей мне вот эта баночка вытянула весовое так ну и взяла вот там масло сказали это белорусское взяла масло не помню уже сколько оно стоит взяла сметанку 15 процентную и взяла кефир полтора процентный отрубного хлеба там не было поэтому я взяла багет ну если что он такой прям хороший свежий если останется я его засушу но хлеба по чуть-чуть ем в общем пришло время покушать сажусь я обедать а еще я взяла арбузик арбуз у нас уже стоит по 25 рублей килограмм я за него заплатила 132 рубля ну килограмм пять примерно я даже что-то не глянула о девочки тучка какая-то подостела я смотрю там что-то темное небо ну так себе темное так себе ну дождик уже начал капать ой даже не капает уже прям пошел я все жду я все жду когда он пойдет прям нормально чтоб снять он уже на палке капли я уже поела рыбку сатэ очень вкусная сатэ обалденная вообще рыбка тоже вкусная сейчас арбузика еще поем забалдею совсем видно вам дождик или нет прям такой пошел нормальный вон какой арбузик красненький сама выбирала сладенький сейчас вот это ложкой поем как обычно кстати говоря девочки почему у вас арбузы у нас 25 рублей это на улице уже в пятерочке последний раз брала 23 там с чем-то с копейками может у кого дешевле может у кого дороже напишите в комментариях вот и подошел день к концу посмотрим девочки на красивый закат да смотрите какое небо ну и что дождик сегодня немножко прошел так как-то ну в общем асфальт уже высох наполовину наполовину он даже не смачивался под деревьями все равно там сухо было в общем нам все обещают да обещают сильный дождь где-то он выливается по дороге сюда и его не хватает вода заканчивается где-то смотрите какое небо красивое классно да вот такой вот сегодня день ну свежо хорошо в общем то в принципе не так уж жарко на градуснике 23 хорошо на улице классно всем привет мои хорошие а я куда еду сейчас еду в дочке села в такси с утра пораньше в общем пока собиралась никогда было поздороваться решила видео продолжить немножечко там подсниму особо долго много снимать не буду ну посмотрим что я там буду делать с Денечкой останусь дочка по делам поменит а вот и Денечка я Денечки сварила макарошки сосиской мультик он смотрит мамулька убежала я немножко присяду это у нас тут кто Коша 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 мила да все мы пока смотрим мультики сейчас что-нибудь другое включим милочка залезла на меня уселась девочка и кайфует да вот она кайфует с Денькой лежим пока смотрим телевизор а мы вышли с Денькой погулять ага вышли погулять с бабушкой с Денечкой Деня покатался на треке на самокате набегался напрыгался да аж щечки покраснели вот там детки катаются на этом треке а мы на лавочке сидим болтаем смотрите какой дождь идет девчата прям такой серьезный ух ты вот это дождик хорошенький видно что прямо сейчас помоет асфальтик хорошо классно освежит сейчас воздух что это dijкидет деньку дENечку еще девочки лучшее место чтобы показать вам вот какие лужи там же такие на дороге классными а просто плохо фокус берете аж ты даже никогда свернула ничего себе слушай ох вот это дождь это я понимаю дождик вот но вот эти и как раз ждал ждала дождя для того чтобы сказать вам что видео девочки подходит концу дочка моя скоро уже придет и я вызову такси поеду домой но на этом видео закончу уже что-то много тут всякого по нас снимала все пишите комментарии всем пока пока вот получше ракурс нашла видите текут лужи там на дороге